Спокойной ночи малыши в гостях у детей Карачаева Черкесии. Степашка и Каркуша приехали с развлекательной программы в Республиканскую детскую многопрофильную больницу. Чтобы помочь маленьким пациентам хотя бы на время забыть о болезнях. Выступление персонажей легендарной программы проходило в рамках благотворительной акции «Мир без слез». Все ребята получили памятные призы, а также самой больнице был передан сертификат от банка ВТБ на полтора миллиона рублей. Для приобретения необходимого оборудования для офтальмологического отделения. О том, как новое оборудование поможет в лечении детей, расскажет главный врач Республиканской многопрофильной детской больницы, Тамара Ахматовна Лайпанова. У нас как раз реабилитационная комната аппаратная офтальмологического отделения полупустое. Надо заниматься реабилитацией, а мы купили первостепенное оборудование для хирургических вмешательств, для диагностики, для обследования. А вот этого оборудования у нас было недостаточно. А детей, которые нуждаются в этом, очень много. И мы отдали приоритет именно этой службе офтальмологической. Дело в том, что зрение, да, у детей сейчас нагрузки на зрение даже за период моей работы с третьего места, с четвертого места заваливания глаз уже перемещаются на второе место в зависимости от возраста. И чем старше ребенок, тем более у ребенка шансов иметь какие-либо нарушения, те или иные нарушения по зрению. И у нас вот сейчас задача всего российского здравоохранения детского – это именно реабилитация. Это долговременные программы по реабилитации детей с различными хроническими заболеваниями, в том числе и зрение. Поэтому у нас вот действительно в приоритете была именно офтальмологическая служба, именно восстановление зрения у детей, которые или врожденные проблемы, там, косоглазие, или приобретенные, там, заболевания сетчатки, страдает зрительный нерв, бывает частичная атрофия зрительного нерва вследствие каких-либо перенесенных вирусных заболеваний. И всего спектра реабилитационного оборудования у нас не было. И даже офтальмолог мне показывал, смотрите, вот у нас такая великолепная аппаратная, а вот мало оснащено. И у нас вот первая, конечно, мысль была именно оснастить реабилитационным оборудованием. Ведь реабилитационный потенциал в детском возрасте, он огромный. Мы обязаны его использовать, мы обязаны оздоравливать детей. У них должно быть качество жизни, основанное на полном здоровье. И кроме оборудования для офтальмологической службы, у нас не был дооснащен, не была дооснащена вот реанимационная служба. Мы два монитора заказали. Что такое мониторы? Около каждой кровати с ребенком, который нуждается в реанимационной помощи, необходимо, чтобы был экран, где отражаются все показатели его жизнедеятельности. Это число в сердечном сокращении, это артериальное давление, это ЭКГ, это насыщенность крови кислородом. У нас не было при каждой реанимационной кровати, и мы решили воспользоваться, взяли монитор с неонатальным оснащением, то есть к нам часто попадают дети в периоде новорожденности, и другой монитор обычный мы взяли. И вот тоже дооснастим мы наше реанимационное отделение. Это будет, конечно, для реанимационной службы огромный подарок. Проплачено именно сегодня, вот когда сертификат был вручен, и до этого был подписан договор на наше учреждение, и пошла проплата. И я думаю, просто в считанные дни, когда оборудование поступит нам. То есть вот это событие произошло сегодня. Наши поставщики получат деньги сегодня. И в зависимости, кто сколько дней, но в течение недели, максимум двух недель, мы будем уже это оборудование иметь. Это специалисты заставили купить это оборудование. Есть у нас прекрасное отделение, называется отделение головы и шеи. Там имеется 9 офтальмологических коек, которые работают очень напряженно. Они очень востребованы населением. Ведь ездят наши маленькие жители за реабилитационным лечением в соседние регионы. Мы хотим, чтобы дети все получали здесь. И это нам удастся с помощью подарка банка. Пополнение технического оснащения больницы также произойдет и в конце декабря текущего года. В рамках программы «Модернизация здравоохранения» будет закуплено новое оборудование на 46 миллионов рублей. Мы называем это «Модернизация-2». По «Модернизации-1» мы получили вертикальный взлет. Сначала у нас проект здоровья. Потом модернизация. Сейчас модернизация номер два. Вот я начинала работать в качестве главного врача в 2007 году. Был только один аппарат УЗИ. Только один аппарат УЗИ, где стояли огромные очереди. Благодаря нацепроекту здоровья. Потом модернизации. У нас таких аппаратов УЗИ в поликлинике 4. Здесь имеется три аппарата. То есть эта помощь день в день оказывается детям. В новой многопрофильной больнице оказывается в круглосуточном режиме экстренный УЗИ-скрининг. Детям с болями в животе, с различными острыми, неотложными состояниями есть возможность сделать УЗИ сразу. И мы получили лабораторное оборудование. В новый корпус мы получили КТ-аппарат, о котором компьютерный томограф, о котором мечтали. Причем мы получили с такими опциями детскими для обследования сердца, для обследования головного мозга, сосудов, костей. То есть у нас есть возможность обследовать детей на самом высочайшем уровне. И это наши пациенты отмещают. О, мы раньше ездили куда-то. Сейчас заявлен дополнительно УЗИ-аппарат экспертного класса, чтобы мы могли, детей, ведь УЗИ-обследование входит во многие стандарты обследования. Поэтому мы решили еще один УЗИ-аппарат с расширенными возможностями. Лабораторное оборудование заявили, потому что у нас с появлением, с переездом новой службы, мы, конечно, и лабораторное оборудование получили, но все равно, вы знаете, что сейчас медицинские осмотры несовершеннолетних происходят. В каждой возрастной группе это амбулаторное звено. В разы увеличилась необходимость в лабораторных обследованиях. Ведь сейчас весь упор на то, чтобы вовремя выявлять заболевание, чтобы не допустить, минимизировать хронические заболевания, инвалидность. Поэтому лабораторное оборудование заявлено. Заявлено в отделении, в оперблок, оборудование там, наркозно-дыхательная аппаратура. Там вполне достаточно, но по оснащению количество как бы не доставало. А это будет только улучшать медицинскую помощь детям, когда каждое отделение будет оснащено так, как по стандартам. Что такое стандарты лечения? Там буквально оборудование, которое количественно и качественно обозначается там, помогает по тому или другому заболеванию оказать медицинскую помощь полностью в современном объеме. И отсутствие какого-либо обследования или какого-либо оборудования снижает качество и обследование, и, естественно, само собой лечение. Вот мы ожидаем. Кроме того, эта программа рассчитана не только на этот год, а на несколько лет вперед. У нас впереди еще МРТ на будущий год у нас заявлено. У нас сейчас своего магнитарезонансного томографа нет. В детской службе тоже востребовано обследование. Ну, мы это обследование проходим на базе других учреждений. Но когда у себя, наверное, это будет намного лучше. И дозаявлено оборудование, очень много реабилитационного, потому что у нас ортопедическое травматологическое отделение и для восстановления функции верхних конечностей, нижних конечностей, после сложных операций, связанных с травмами детей, связанных с врожденными нарушениями развития костей. У нас есть великолепный зал ЛФК в цокольном этаже. И мы будем оснащать реабилитационным оборудованием. Он тоже входит в стандарты реабилитации.